МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И начинаем привыкать к новым деньгам. С 1 апреля Министерство торговли порекомендовало магазинам, кафе и предприятиям сферы услуг указывать цены в двух вариантах. В старых деньгах и в новой белорусской валюте после деноминации. Напомню, до начала прихода к новым деньгам остается чуть меньше трех месяцев. В некоторых магазинах страны двойные ценники как с привычными для нас четырьмя нулями, так и без них уже появились. Как на нововведения реагируют белорусы, расскажет моя коллега Вероника Бута. Я не уверена, что новые ценники вы уже завтра увидите в каждом магазине у себя в городе, потому что это пока только в тестовом режиме. Но и даже если они появятся уже сегодня-завтра, вряд ли вы обратите на них внимание. Нужно очень постараться, чтобы заметить, потому что все равно мы привыкли обращать внимание на большое количество нулей. Благоустройство или самоуправство в неоднозначной ситуации оказались жители деревни Рахович и Гродненской области. Своими силами они почистили озеро, по берегам насыпали пляжи и даже запустили рыбу. А теперь дежурят, чтобы водоем не спустили миллиораторы. Дело в том, что, по мнению местных властей, водоем может в очередной раз стать причиной подтоплений сельскохозяйственных полей. В ситуации разбирался наш региональный корреспондент Дмитрий Смирнов. Сейчас, когда еще ситуация с этим озером до конца не ясна, местные все равно рассматривают озеро, уже намечают какие-то вещи, которые они будут строить в этом сезоне. Они рассказывали, что там будет беседка, здесь они насыплют новый пляж. Он был, есть и будет. 85-летний юбилей национального классика Владимира Короткевича на неделе отметили белорусам. В день рождения звезды эстрады, известные актеры и титулованные спортсмены собрались в Большом театре Беларуси, чтобы продекламировать произведения создателя национального исторического романа. Как Короткевича читает и даже поет белорусский бомонд, знает наш культурный обозреватель Инна Пелевич. Больше всех меня впечатлила Люба Черкашина, которая подошла к этому заданию просто как к настоящим олимпийским играм. И листик, на котором было напечатано это произведение, был просто скомкан, был в всяких там закорючках, пометках, вот как правильно прочитать, с выражением, потому что она, как свойственно, наверное, это каждой спортсменке, куда-то постоянно торопилась. Но у нее все вышло просто на пять с плюсом. Акцент на связь с природой. Подготовка видеовизитки нашего участника на Евровидении Айвана началась на неделе в Минске. Чтобы создать презентационный ролик белорусского артиста, на два дня в белорусскую столицу прилетела съемочная группа из Швеции. Именно эта страна, напомню, принимает у себя 61-й европейский песенный конкурс, первый полуфинал которого состоится в Стокгольме 10 мая. Ну а пока мой коллега Евгений Перлин о том, как проходили съемки, визитки белорусского участника, с волком и в одежде. Животное вроде бы дикое, но при этом оно поджало хвост с самого начала съемок и в итоге пришлось их знакомить. Хозяин сказал, что нужно начинать с котлет, Айван решил по-своему поступить. Он решил сначала спеть волку, ну как спеть, он сначала просто выл, и в итоге потом пустили в ход котлеты. Волк чуть-чуть подобрел, но все равно к себе очень близко не подпускал. Дело в том, что он очень высокий, сейчас покажу фотографии, как снимали это все, как это примерно происходило. Айвану пришлось остановиться вот в такую позу, чтобы быть на одном уровне с операторами. И напоследок то, что в эфир может попасть только в нейтогах кадры без комментариев от журналистов агентства теленовостей. Съедят, да? Это были не итоги проекта закадровой жизни агентства теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин